МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Через край». Здравствуйте. 10 тысяч дольщиков Краснодарского края получили квартиры в прошлом году. С 2017 года на Кубани восстановлены права 75 тысяч владельцев недвижимости в долгостроях и самостроях. В прошлом году начал работу региональный фонд защиты прав дольщиков. Он поможет достроить инвестиционно-непривлекательные объекты. Финансирование будет выделяться из федерального и краевого бюджетов. В ближайший час поговорим о том, как обстоят дела с решением проблем обманутых дольщиков в Краснодарском крае. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомню, что работаем мы в прямом эфире. Вы можете звонить к нам по телефону 274-11-14, код Краснодара 861. Также вы можете присылать ваши вопросы в WhatsApp по номеру 8-918-120-6000. И традиционно мы ведем голосование на сайте kuban24.tv. Сегодня вопрос дня звучит так. Какой способ покупки квартиры вы рассматриваете? Такие варианты для ответов мы вам предлагаем. По договору долевого участия в готовом новом доме на вторичном рынке уже есть жилье или же меня устраивает съемная. Выбирайте вариант ответа, который подходит вам. Итоги голосования подведем в конце эфира. Сейчас хочу представить гостей, с которыми мы начнем программу. У нас в студии сегодня первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко. Здравствуйте. И заместитель прокурора Краснодарского края, первый заместитель прокурора Краснодарского края Владислав Малкин. Тоже вас приветствует. Я хочу еще телезрителям сказать, что голосование мы запустили раньше и сообщения мы начали принимать уже до начала эфира. Несколько из них я уже начну задавать в ходе беседы. Но сейчас, Андрей Анатольевич, руководством страны поставлена задача решить проблему с долгостроями, недостроями в ближайшие годы. Какая работа была проведена в нашем регионе в прошлом году и какие меры направлены на решение проблему в этом? В прошлый год, можно сказать, фундаментально в части решения этой проблемы именно обманутых дольщиков были приняты закон Краснодарского края 3792. Был создан краевой фонд защиты прав дольщиков. На сегодняшний день он действует. И, мало того, по решению губернатора выделено миллиард на софинансирование средств с учетом финансирования федерального бюджета на решение этих проблем. Ну и, соответственно, выделяются земельные участки в части компенсационных для завершения строительства. Результаты по прошлому году, они, не знаю, впечатляют или нет, но 53 проблемных объекта были завершены строительством, введены в эксплуатацию. На сегодняшний день в краевом реестре мы имеем 285 проблемных объектов, но 285 это один так называемый плюс. То есть, если застройщик хотя бы на один день просрочил ввод объектов в эксплуатацию, он попадает в разряд проблемных. Поэтому вот это 285. 64 объекта, это те объекты, которые не имеют какой-либо инвестиционной привлекательности, либо требуют значительных затрат по завершению их строительства. Поэтому вот эти 64 мы планируем решать за счет фонда, то есть за счет средств краевого федерального бюджета и тем порядком, который утвержден на федеральном уровне. Владислав Александрович, ну прокуратура уже несколько лет тоже так плотно подключилась к решению проблемы обманутых дольщиков. Какие меры были предприняты вашим ведомством в прошлом году и какие намечены к работе в этом? Да, ну работа проводится совместно с органами государственной власти края и, как уже говорил Андрей Анатольевич, были приняты определенные меры выработки правовых механизмов защиты прав участников долевого строительства или в целом жилищного строительства. Были внесены изменения в 2019 году в краевой закон 3792, которым была предусмотрена, на наш взгляд, очень эффективная мера поддержки в виде субсидий. В этом году предусмотрено уже полтора миллиарда и эта мера поддержки активно нашла свое применение. Более пяти домов по городу Краснодару, жилых комплексов будет охвачена этой мерой поддержки, уже эти работы ведутся. Кроме того, как было сказано, создан региональный фонд. Его создание позволило заключить соглашение с федеральным фондом. Мы планируем наиболее проблемные объекты, инвест непривлекательные, пропустить именно через вот этот механизм, их более 60 в крае. Кроме того, идет активная работа по комплексам жилищным, которые являются инвест-привлекательными. А именно заключение так называемых соглашений с инвестором, инициативной группой и органами местного самоуправления, которые выступают гарантом соблюдения прав граждан. Таких соглашений уже заключено 29. По ним активно ведется работа. Вот если брать недобросовестных застройщиков, которые породили проблему долгостроев, насколько сегодня уголовное наказание они несут, и насколько оно соразмерно тому содеянному? Да. Ну, здесь нужно сказать, что активная работа началась в 2017 году, после чего у нас было и по сегодняшний день возбуждено 244 уголовных дела. 175 из них уже направлены в суд. Уже направлены в суд по ряду уголовных дел, а именно 95 состоялись обвинительные приговоры. 78% осужденных осуждены к реальному лишению свободы. Это наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. С обязательной конфискацией имущества, которое будет обращено и обращается в доход потерпевших, которые признаны и сами по уголовному делу. Исковые заявления, которые соразмерно удовлетворяются. Мы осуществляем надзор за службой судебных приставов, чтобы эти денежные средства дошли до потерпевших. Поэтому работа в этом направлении идет активно. Уголовных дел в производстве осталось немного. А если говорить точно, 61 уголовное дело в крае еще находится в производстве. Но если будут выявлены подобные факты, им будет дана уголовно-правая оценка. Андрей Анатольевич, а те застройщики, которые попадают в места не столь отдаленные и еще не успели передать права на свои объекты, насколько этот процесс удлиняет достройку? Те, кто попадают в места не столь отдаленные, они активно передают свои права. А те, кто на сегодняшний день находится в реальных процедурах банкротства, для этого существует фонд. Фонд как раз и работает с банкротными организациями. Поэтому все механизмы, все порядки они есть. Они уже отработаны и наработаны. И вот 2019 год для нас был именно таким, скажем, пробным, фундаментальным. Где мы опробовали различные механизмы решения проблемных вопросов по достройке домов с договорами долевого участия. Все получается, все есть. И, конечно, не так быстро, как хотелось бы. Но все механизмы рабочие. И вот Владислав Александрович сказал, мы в соответствии с поручением губернатора, мы завершили в прошлом году один объект. Это форт Карасун на Сормовской. Завершили строительством. Сейчас на вопрос по инженерным сетям. Это объект на Душистой и так далее. То есть два объекта на Дзержинском строятся. Именно за счет той субсидии, которая доведена из краевого бюджета. Это реально действенный механизм. А я хочу отметить, мы с вами собирались уже неоднократно и принимали сообщения. Но вот по опыту прошлых программ, к моменту начала программы мы принимали около 200 сообщений. Вот на нынешний момент около 50. Я думаю, что это в том числе и работа с гражданами, которых оповещают о проделываемой работе властями. И я хочу отметить в том числе и МВК, на который тоже приглашают дольщиков, участников долевого строительства. Вчера такая встреча проводилась. И одна из новостей, которую взяли за основу, это то, что Краснодар уже предоставил участки компенсационные для инвесторов. Насколько эта работа вообще проводится по краю? Ведь проблема дольщиков существует не только в краевой столице. Проблема дольщиков типична для многих районов и городов Краснодарского края, но не для всех. Потому что есть районы, в которых вообще в принципе отсутствует такая проблема. Это больше связано с тем, что не было такого инвестиционно привлекательного жилья или спроса. Какой был в тех районах, где такая проблема, конечно, появилась. Это, в первую очередь, прибрежные районы, центральные, это город Краснодар и крупные города. Земельные участки сформированы. Они сформированы не только в городе Краснодаре, просто вчера отчитывался город Краснодар. Они сформированы готовы для предоставления тем организациям, которые будут достраивать проблемные объекты. И в принципе, такие организации есть, они уже эту работу ведут. Что касается города Краснодара, вчерашнего МВК, то я напомню, что вообще Международная комиссия создана по инициативе губернатора и прокурора Краснодарского края с целью решения именно этих проблем. И в работе комиссии принимает участие, соответственно, прокуратура, администрация края, все отраслевые органы государственной власти, кто задействовал в решении этой проблемы, и правоохранительные органы. Поэтому вот этот инструмент, он является наиболее действенным и результативным. Вчерашнее МВК проходило, мы подводили определенный итог по прошлому году и смотрели динамику по завершению строительства объектов, те, которые, скажем, реализуются за счет краевой субсидии. Можно смело отметить, что работа ведется удовлетворительно, причем это отмечают как надзорные органы, так и сами граждане инициативные группы. Вот те дорожные карты, которые предоставляют муниципалитеты на МВК, насколько сегодня они уже действительно содержательные, и насколько вообще на те инвест-привлекательные объекты, которые существуют, уже найдены, те, кто будут достраивать строительные компании? Конечно, найдены. И вот Владислав Александрович сказал, что уже 29 таких соглашений есть. И они заключаются, они заключаются в процессе, где-то нужны компенсационные земельные участки. Вот сейчас-то, если будем предметно рассматривать город Краснодар, они уже есть, они сформированы. И, соответственно, это тот дополнительный инструмент, который позволит добавить динамики к решению этого вопроса. Владислав Александрович, я еще хочу напомнить те громкие дела, которые возбуждались в отношении чиновников, в том числе. Насколько сегодня ведется контроль и за работой муниципальных властей, мы помним, да, и Краснодар, и Сочи? Насколько, чтобы обезопасить не только от нерадивых застройщиков, но и от тех, кто может принести вред в органах власти на местах? Да, если говорить о громких делах по городу Сочи или по городу Краснодар, я могу вам сказать о том, что эти дела направлены в суд. По большинству из них вынесены обвинительные приговоры. Вина лиц нашла свое объективное подтверждение. И в связи с этим, кстати, приговоры по этим делам были как раз таки связаны с лишением свободы. В связи с тем, в настоящее время ситуация кардинальным образом изменена. Но это не говорит о том, что мы, так сказать, перестали осуществлять надзор как прокурора на местах, так и прокуратура края и управление Генеральной прокуратурой Южном федеральном округе. Осуществляет надзор в жилищной сфере и в строительной сфере от выделения земельного участка, получения разрешения на строительство до ввода объекта в эксплуатацию. Каждый этот этап осуществляется под надзором прокуратуры. Это, так сказать, вменено нам федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации. Ну, не зря мы сегодняшнюю программу назвали вопрос дольщиков. Я все-таки перейду к вопросам, которые телезрители хотят задать. Вот, к примеру, один из них, я дольщик ЖК «Заря». У нашего застройщика еще два ЖК «Луч» и «Мир». Недавно опубликовали информацию, что ЖК «Луч» будет достраивать фонд, а по заре еще не решили. Застройщик один и тот же, банкротство еще не началось. Почему по одному дому есть решение, а по другим нет? Нет, ну, смотрите, давайте так. Это одно юридическое лицо. Поэтому нельзя сказать, что по одному дому есть решение, а по другим нет. Значит, решение будет приниматься комплексно по всем трем жилым комплексам. 22 числа уже будет заседание арбитражного суда, на котором будет рассматриваться вопрос о введении процедуры конкурсного управления. То есть, это отправная точка, будет назначен конкурсный управляющий. В течение трех месяцев он сформирует конкурсную массу, реестр кредиторов. И тогда будет понятна четко стоимость, объем затрат, уже на данный момент, который существует. Это долговые обязательства, как перед дольщиками, так и перед сторонними организациями различного рода. И после того, когда они будут сформированы, НАПСовет фонда примет решение достраивать объекты, либо компенсировать людям деньгами. Потому что из экономической целесообразности и логики, если объект достроит, гипотетически стоит 1 миллиард, а выплатами можно обойтись и в 500 миллионов, наверное, выбирать нужно то, что экономически более эффективно. И еще один вопрос от этого же телезрителя. Как отставка правительства скажется на работе фонда Дом.РФ? Отставка правительства никак не скажется на работе фонда Дом.РФ. Успокоим телезрителей. Не надо переживать. Еще один момент. Вот вы сейчас сказали о выплате компенсаций. Все эти меры, в общем-то, идут за счет бюджета. Многие телезрители говорили и ранее, еще тоже высказывались о том, что можно ли помогать обманутым дольщикам за счет бюджета, за счет всех налогоплательщиков. И насколько это законно. Вот как объяснить это телезрителям? На сегодняшний день это федеральный закон. Но дело в том, что там в первую очередь используются средства того компенсационного фонда, в которые отчисляли все строители по стране. Если я могу вспомнить, 214 закон подразумевал под собой, что определенный процент от стоимости с квадратного метра строители отчисляли в фонд. С 17-го года, насколько я помню. В первую очередь используются и эти средства, которые были перечислены. А впоследствии, конечно, их недостаточно, будут использованы средства бюджета. Но это федеральный закон, и федеральный закон дает такую возможность. Если взять момент, опять же, выплат компенсаций, не будет ли такого расхождения между дольщиками? Кто-то скажет, что я хочу квартиру, а кто-то скажет, я хочу деньги. Вот как быть в этом случае? Вы знаете, как говорят, люди не карандаши. У каждого свое мнение, каждый видит ситуацию по-своему. Кто-то хочет действительно квартиру, кто-то согласен на выплату. Но здесь, в любом случае, по одному объекту не может быть разных решений. Оно только одно, либо это достройка, либо это выплата. Но в любом случае, если фондом принято решение о выплате денежной компенсации, она рассчитывается из расчета стоимости рыночной, стоимости квадратного метра в этом районе. То есть там никакой остаточной стоимости, ни баланса, ничего. Это именно рыночная оценка. Поэтому я думаю, что если решение такое принято, то те деньги, которые будут выплачены, их будет вполне достаточно для того, чтобы приобрести себе жилье в соответствии с той рыночной стоимостью, которая она есть. Хочу еще затронуть переход на Искроу-счета, новую систему. Насколько все-таки она станет спасением от будущих обманутых дольщиков? И насколько сегодня вообще рынок строительный в нашем регионе изменился? Стало меньше строительных компаний? Вы знаете, компаний строительных не стало меньше, стало меньше компашек строительных. Назовем это так. Потому что крупные компании, как были на рынке, так и остались. У них достаточно ресурса, компетенции, опыта, финансовых ресурсов на то, чтобы работать в новой системе. У них хорошая банковская история. Они работали, крупные компании работали по системе проектного финансирования в том числе. И этого опыта, и этого запаса, этого кредитной истории достаточно для того, чтобы, можно сказать, безболезненно войти. И они вошли в прошлом году в новую систему строительства многоквартирного и привлечения средств. И они на сегодняшний день работают именно в новой системе. Конечно, уже вот такого стихийного, скажем так, рынка, ну его уже нет просто. Это уже вне рамок закона. Существует статья в Головном кодексе о незаконном привлечении средств граждан в целях долевого строительства. Поэтому на сегодняшний день, на сегодняшний день новая система, она, конечно, систематизировала и структурировала работу по долевому строительству многоквартирного жилья. И мы, конечно, видим результат на сегодняшний день. И в последующем, продолжая отвечать на ваш вопрос, в последующем вообще в принципе обманутых дольщиков быть не может, потому что по новой системе дольщиков нет вообще. Дольщики не контактируют с организацией. Да, они работают с банком. То есть банк гарантирует сохранность и возврат средств, либо завершение строительства этого объекта. Поэтому такая категория, она вообще в принципе в новой системе не подразумевается. Владислав Александрович, если вот все-таки взять позицию прокуратуры, на ваш взгляд, мошенники могут найти новые способы обмана? И как вы будете за этим следить? Да, если вы позволите, я на предыдущий ваш вопрос тоже выскажу свое мнение по поводу господдержки из бюджета. Да, будет ли это какими-либо нарушениями. Я вам хочу сказать, что эта мера господдержки начала свою работу только после того, как для нее было полностью выработано правовое поле. И сейчас каких-либо претензий, конечно, к этому нет. Что если говорить о проектном финансировании, то, если я не ошибаюсь, порядка 170 жилищных комплексов сейчас строятся именно по этой программе. И, на наш взгляд, это лишает какие-либо риски для не дольщиков, а для лиц, желающих купить недвижимость. Каких-либо рисков столкнуться с мошенничеством здесь нет. Но в то же время, в случае, если они появятся, я думаю, у нас хватит сил и средств для того, чтобы выявить, пресечь и, так сказать, устранить эти нарушения и виновных привлечь к ответственности. Если говорить о изменениях, опять же, по искровых счетам, насколько банки сегодня тоже вошли в эту систему? Потому что мы говорили о том, что некоторые строительные компании еще не находили общий язык, полгода еще назад, два-три месяца спустя введение в законодательстве. Насколько сегодня эта система отлажена между строительными компаниями и банками? Ну, вот как раз то время становления нового механизма, оно позволило набить первые шишки, наработать первые ошибки, переболеть детскими болезнями. На сегодняшний день все строительные компании и банки, они понимают и выстроили уже свой порядок взаимоотношений. То есть банки поменяли менталитет, они дают не кредит, они партнеры в строительстве, а строительные компании, они для себя определили тот уровень компетенции, профессионализма своих сотрудников именно для работы с банковским сектором и выполнения требований банков. На сегодняшний день они все понятны. Понятно, и тот, кто хотя бы одиннажды прошел этот путь, получил проектно-финансирование по какому объекту, для этих организаций, компаний строительных не составляет труда работать уже по иным объектам, по иным проектам именно с банками. Требования понятны, ясны, один раз пройдя это, ну, как на велосипеде, научился ездить одиннажды, будешь ездить всегда. Поэтому этот механизм, он казался страшным, казался непонятным, но на поверку оказалось все очень понятно, просто и работает. Очень много вопросов приходит по ЖСК. Какие там меры сейчас на федеральном уровне прорабатываются для обеспечения безопасности тех, кто уже попал в такую ситуацию? На федеральном уровне, конечно, федеральным законом. ЖСК точно так же через процедуру банкротства восстанавливаются в правах участников ЖСК. Есть какие-то меры наказания особенные для тех, кто в ЖСК работает, или же они стандартны для всех застройщиков? Ну, это меры наказания не для тех людей, кто где-то работает, а для мошенников, совершивших преступления и похитивших денежные средства. А что касается ЖСК, либо еще такой отрасли, как самовольное строительство, оно тоже характерно для Краснодарского края. Здесь я вам хочу сказать, что и на межедомственных комиссиях администрации края, и на рабочих группах, созданных по поручению прокурора края, у нас рассматриваются все объекты, которые, так или иначе, отнесены к проблемному строительству, куда входят и самовольные объекты. И я вам готов здесь сказать, что и жилищно-строительные кооперативы, и даже объекты самовольного строительства нашли в 2019 году свое разрешение. Нашли либо в тем компенсации недобросовестным застройщикам, как можем привести примеры по городу Сочи, где незаконно возведенные, представляющие опасность домовладения, было снесено, а денежные средства гражданам, которые были привлечены, возмещены в полном объеме. Вот это, на разгляд, решение проблемы. На встрече еще с бывшим уже председателем правительства Медведевым и руководителем Федерального фонда защиты дольщиков была озвучена дата, к какому времени должны быть решены проблемы дольщиков. Это 2023 год. Андрей Анатольевич, как считаете, в нашем регионе успеем к этому сроку? Это вполне реалистичная дата. Достаточно времени на то, чтобы решить проблему, потому что из тех 285, которые на сегодняшний день у нас есть, у нас действительно проблемных и остановленных 64. 64 объекта. Из этих 64 по 15 решений уже есть. Это 8 объектов, которые будут достраиваться за счет фондов, за счет средств софинансирования бюджетов двух уровней. И 7 объектов – это те, по которым будет выплачена компенсация людям. Но это только первая часть. Мы уже заявили 25 объектов, из них 15 прошли НАП-совет. И по ним такое решение принято. И мы планируем до конца года, до конца года, не менее 30 объектов, чтобы по ним состоялось решение фонда. И они были включены уже в план график реализации. То есть там застройщик, обязанности застройщика берет на себя фонд и уже за счет средств софинансирования двух бюджетов, либо завершает строительство, либо производит выплаты людям. Поэтому вот 30 – это та планка, которую мы для себя ставим в этом году, не ниже 30. Я думаю, что если постараться, можно больше. И в будущем году, если мы такими же темпами будем двигаться дальше, в будущем году мы уже, в принципе, эту проблему, я имею в виду по объектам, которые сложно остановлены, мы решим. А вот эти 285, они не остановлены, основная часть этих объектов, они не стоят. Они продолжают свое строительство, но, к сожалению, в силу объективных, либо субъективных причин, те темпы строительства, они были снижены, и они не успели, застройщики не успели ввести объекты и вплотать в свое время. Поэтому для нас самым под пристаемым маем находятся вот эти 64 объекта. Ну, то есть в строительных компаниях-инвесторах, которые зашли на объекты, можно говорить, что край сегодня уверен? В том, что они вот в течение трех лет обязательных объекты завершат? В течение трех лет у нас не останется ни одного объекта, на котором не были бы завершены, либо не завершались бы строительно-монтажные работы. На этой оптимистичной ноте мы закончим первую часть программы. Оставайтесь с нами, дальше поговорим о работе Фонда регионального защиты правдольщиков. Это программа «Через край». Спасибо, что вы с нами. Напомню, мы работаем в прямом эфире, и сегодня для нас произошла неожиданность. Я говорила в первой части программы о том, что мы запустили тему эфира еще днем, и к нам приходили сообщения. И вот как раз-таки сегодня к нам дольщик приехал, когда эфир уже начался. И хочу представить вам и другие гости, которые к нам присоединились. Начну вот с неожиданного гостя. Это Арам Ктаянц, дольщик парусной регаты ЖК. Да. Правильно я говорю? Максим Карпенко, руководитель Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края. Здравствуйте. И Евгения Шумейко, депутат Законодательного собрания Краснодарского края и директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства в Краснодарском крае. Тоже вас приветствую. Здравствуйте. Арам Францевич, расскажите, что вас привело в нашу студию сегодня вечером? Ну, на самом деле, как бы по нашим объектам, наконец-таки, изобрезил свет в конце тоннеля. Наши объекты успешно переданы сейчас в федеральный фонд на достройку. Было принято решение за счет средств федерального бюджета и за счет средств местного бюджета будут достроены и введены в эксплуатацию наши объекты. Это парусная регата, второй, третий, четвертый литер и Иван-да-Мария. По поводу дома Романовых было принято решение по компенсациям дольщикам. Сейчас, как бы, насколько... Что беспокоит вас? Что привело вас сегодня в нашу студию? Меня, как бы, мне интересно сам процесс, как будет происходить сейчас переход, как будут проходить этапы завершения строительных работ, кто будет выполнять строительные работы. Ну, то есть, сроки нужны. Для того, чтобы... Евгений Анатольевич, кто может ответить? Давайте я прокомментирую с удовольствием. На самом деле, действительно, в конце прошлого года было принято наблюдательным советом решение, в частности, по домам строительной компании «Искараз», о достройке по объектам парусной регаты. Пять объектов, получается, там автопарковка. Я только помню, перейду на секунду, это микрорайон гидростроителей. Да, 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 все верно. Парковка, офисное здание, три литера жилых и Иван-да-Мария, тоже три дома. После этого прошли некоторые процедуры, и сейчас мы уже подали в суд заявление о намерениях приобретения прав застройщика, заключили соглашение с Федеральным фонде о достройке, где указан процент финансирования и софинансирования краем. И буквально уже, наверное, в конце этого месяца или в середине февраля права застройщика перейдут на наш региональный фонд. И мы начнем процедуры по отбору организации для прохождения обследования, для восстановления проектных документов, которые не хватают, которые были уничтожены или потерялись, может быть, за время, пока объект находился не в стадии строительства, скажем так. И уже непосредственно после всех этих процедур мы будем выходить на стройку, То есть этот объект будет достраиваться? Будет достраиваться. Это будет не выплата компенсации, это именно... Нет, непосредственно по парусной регате и по Ивану Дамарию принято решение именно о финансировании достройки. А вот если говорить о сроках начала строительства после бумажных работ, или пока рано загадывать, вот то, что хочет услышать? Вы знаете, мы все процессы стараемся максимально оптимизировать и ускорить, но есть регламентные такие моменты, которые, ну вот, к сожалению, они физически не ускоряются. Например, нас федеральный фонд обязывает, поскольку это федеральные средства, да, и средства бюджета субъекта, нас обязывает прохождение, например, государственной экспертизы. Это и правильно, и мы поддерживаем это. Но есть регламент прохождения, например, этой госэкспертизы, которую мы сократить не сможем. Поэтому, ну, говорить рано, но будем ориентироваться где-то, наверное, на середину лета, может быть, на выход на площадку. Ну, вот так вот. Ну, как бы радужные перспективы. Да, по результатам госэкспертизы у нас будет уже график, который мы также будем согласовывать с федеральным фондом, его утверждать, и он будет опубликован на сайте федерального фонда и на сайте нашего регионального фонда. И уже непосредственно по этому графику будет производиться достройка. Сейчас у нас известны те количественные показатели в месяцах, которые проведены обследованием фондом федеральным. Там максимальный срок 34 месяца, это непосредственно строительство. Но это такие, знаете, укрупненные показатели. Ну, вот на них можно ориентироваться в качестве предварительных каких-то данных. Это именно вот срок строительства СМР. Можно я добавлю? Принятое решение, Андрей Анатольевич поручил в следующем заседании международной группы провести именно по всем этим 15 домам, по которым есть решение, фонда по достройке и выплатам, собрать все инициативные группы и каждому рассказать по шаговку, что будет делаться, какие процессы будут идти. Сегодня, например, Евгения Владимировна начала процедуру уже вхождения фонда как застройщика в эти объекты, то, что она говорила, регламентные. Ну, чтобы было более понятно, мы каждому инициативной группе расскажем, чтобы они рассказали уже всем дольщикам. И уже будет ясно, что делается, на каком этапе. А когда уже подойдем к стройке, там уже будет детальный план, график по устроительству. Это уже в будущем. А до этого мы соберемся в ближайшие две недели. Ну, то есть, в начале февраля уже... В ближайшие две недели мы соберем все инициативные группы на международной комиссии и всю информацию им дадим подробно. Ну, у нас как раз то, что мы... Готовьте вопросы. У нас то, что было собрание кредиторов, как раз мы проводили 10 января, как раз был выбран комитет кредиторов, в который я вхожу. Естественно, как бы все вопросы, которые касаются именно наших объектов, это интересно. Естественно, примерно на 23 число будет назначено собрание нашим арбитражным управляющим, именно собрание комитета кредиторов, на котором будут озвучены какие-то вопросы, либо решения вопросов, для которых мы будем доводить уже до собственных... Ну, и этот в том же... В том числе и арбитражный управляющий получил уже письмо Евгению Владимировичу. И это будет тоже обсуждаться у вас на собрании кредиторов, в том числе. Максим Николаевич, я хочу уже обратиться теперь к более такому масштабу. Если говорить об отборе тех долгостроев, которые войдут в работу фонда, как проходил отбор на начальном этапе? Я, насколько понимаю, что департамент как бы куратором является фонда. Почему были выбраны именно эти объекты? Ну, на самом деле, никакого выбора не было. В наши обязанности входит решение проблем каждого проблемного объекта. Ну, первые вот эти почему вошли? Сейчас объясню. И у нас их можно сгруппировать на несколько групп. Есть группа, где проблемы у застройщика самостоятельные, он их достроит, объект. Есть группа, где есть инвест привлекательность, инвесторы заходят, этот процесс мы тоже координируем. А есть группа, где меры поддержки будут краевые, в рамках краевого закона. Есть та группа, где капиталоемкие объекты. Вот появилось вот этих 64 объекта. Они очень сложные, там много дольщиков, очень большие ресурсы финансовые нужны. Этот вопрос мы докладывали, когда было совещание, приезжал МОТКО, что есть такая проблема, мы самостоятельно можем не справиться. По 64 объектам было принято решение передать в Москву этот список. Мы этот список передали в сентябре. И по тем условиям, которые сегодня определены и законом, и по положениям, и порядкам, теперь мы должны подготовить полный пакет документов. Для принятия решения Москвы, какой объект сегодня, вот эти 15, почему они первые были, необходим полный пакет документов, необходим реестр кредиторов, необходимо понимание фонду, сколько обязательств по первой, второй, третьей очереди, залоговые кредиторы. Эта сумма учитывается в принятии решения на достройку, либо на выплату. Поэтому сегодня подошли у нас 15 объектов, решение НАП-совета состоялось, по ним мы сейчас уже начинаем процедуру. Следующие НАП-советы пройдут в феврале, марте, апреле, мать. Мы понимаем, какие объекты мы на ней будем выносить, по срокам уже будет подходить подготовка этих пакетов. И уже мы проговариваем, мы уже обмениваем все информации, готовим все эти от нашей стороны, от Краснодарского края, готовим всю информацию для передачи в фонд. Игорь Владимирович, а я вот хочу поинтересоваться, вот мы сказали, что есть те, которые будут достраивать, примеры с выплатой компенсации. Есть уже в работе которые объекты? Конечно, вот 7 объектов из этих 15, по ним принято решение как раз о выплате компенсации. Здесь процедура вся намного быстрее проходит, то есть, соответственно, уже фонд федеральный опубликовал уведомление о том, что с какого числа и когда будет и где приниматься заявление о выплате компенсации. И после получения этого заявления фондом в течение 10 дней в полном объеме федеральный фонд перечисляет денежные средства на счет дольщика. То есть, процедура, она уже отработана там и в других регионах, и в принципе она не возникает никаких понятий сложностей. Насколько я знаю, выплачивается компенсация по рыночной стоимости жилья. Да, по рыночной стоимости в этом районе такого же состояния, скажем, строительства, как у этого дома проблемного. Есть понимание, какие самые большие выплаты уже первые будут осуществляться? Может быть, двух-трехкомнатные квартиры? Вообще нет порядка в части первой однокомнатной или двухкомнатной на фонде. И с постановлением 14.15, это в ноябре месяце было постановление правительства, которым определена формула, по которой рассчитывается стоимость выплаты. И в соответствии с этим постановлением на сайте фонда опубликована цена рыночная, которая утверждена фондом и по которой будут осуществляться выплаты, но пропорционально внесенным денежным средствам. То есть, если дольщик по договору долевого участия оплатил 50%, то, соответственно, у него будет выплачено только 50%. Если 100%, то, соответственно, 100%. Вот таким образом. Вы сказали о практике в других регионах. Насколько сегодня вообще кто-то, может быть, уже опережает нас с выплатами? Или же фонды примерно в одно время создавались, как у нас в октябре прошлого года? У нас фонд создан одним из первых. Даже там? На самом деле, да. И мы сейчас, скажем так, в десятке лидеров, фондов, которые очень оперативно принимают решения и действия по, допустим, приобретению прав застройщиков в части достройки проблемных объектов. То есть здесь нельзя сказать, что мы где-то там остаем или в хвосте. То есть мы одни из первых. Я даже сказала бы там, что в пятерке, наверное. Я обращусь опять к сообщениям от телезрителей. Очень много идет вопросов по ЖК «Аметист». Шоссе «Нефтяников» 26. Вот женщина пишет, купила квартиру в 2014 году и стройка в этом же году остановилась. Нам предлагают компенсацию. Но этой суммы хватит на покупку жилья только на окраине Краснодара. При этом сумма, которую выделяют на компенсации, ненамного ниже стоимости достройки дома. Скажите, какова судьба ЖК «Аметист», можно ли его достроить? Смотрите, дело в том, что действительно 25 декабря на наблюдательном совете было принято решение о выплате компенсации в связи с тем, что стоимость выплат компенсации ниже, чем стоимость достройки. Закон о банкротстве предполагает три варианта. Первое – это передача фонду, второе – передача инвестора, третье – это создание ЖСК, то есть это завершение конкурсного производства. То есть объект очень долго стоял, инвестора на него не находилось. Соответственно, это инвестный привлекательный объект, как он поэтому и попал. Надеяться на то, что придет сейчас какой-то инвестор и достроит – нет. ЖСК создавать люди тоже не хотят. И, соответственно, есть только третье решение – это вынесение на наблюдательный совет фонду, который и произошел. И сейчас, на данный момент, по постановлению, которое принято в работе фонда для вынесения этого решения, именно выплаты компенсации. Почему так произошло, что выплаты компенсации ниже, я сейчас объясню. Потому что, скорее всего, вероятнее, просто у меня нет этих данных, это только у конкурсного управляющего, скорее всего, суммы, которые дольщиками были внесены в рамках договоров долевого участия, процент вот этот, он был очень низкий. То есть, скорее всего, были внесены 20, 30, 40 процентов, потому что по этой формуле высчитывается общая стоимость оценки прав дольщиков по всему объекту. И поэтому произошло так. Но на самом деле, для сейчас участников долевого строительства, это самый быстрый выход из вот этого плачевной ситуации. То есть, в течение 10 дней они сейчас получают все денежные средства. Что касается тех людей, которые в ипотеке, например, приобретены, то тоже у банков есть практика, когда они меняют предмет залога. То есть, соответственно, они могут обратиться в банк и поменять, предоставить решение фонда о выплате компенсации и предоставить другой объект залога, который они хотят приобрести в этом же районе или еще где-то, доплатив эти денежные средства на эту ипотеку и приобрести другой объект. Вот, в принципе, это как один из самых таких выходов из этой ситуации. Я думаю, если нужна дополнительная информация, вы никогда не откажете уже и в личном порядке тоже для встречи. Знаете, региональный фонд вообще не занимается выплатами компенсации. То есть, мы не касаемся. Это непосредственное решение федерального фонда. И горячая линия на сайте фонда, она работает круглосуточно. И все вопросы абсолютно разъясняет дольщикам. И плюс через сайт можно подать заявление и непосредственно обратиться в сам фонд, где полностью каждую деталь разъяснят и расскажут всем. Я хочу обратиться еще к одним дольщикам. ЖК «Вдохновение» на улице Есенина. Наш объект инвестиционно непривлекателен. Стадия банкротства. Застройщик под следствием. Когда решится вопрос с нашим ЖК? Кто готов? Да, я могу сказать. Поэтому объект тоже на контроле находится. Постоянно в совещании проводится. Последнее проводил город. Там планируется откорректировать существующую проектно-сперятную документацию. Она, в принципе, технически откорректирована. Разрабатывая сейчас спецтехнические условия по противопожарным мероприятиям, которые будут через две недели. Это необходимо для прохождения откорректированной документации, прохождения экспертизы. Соответственно, были привлечены существующим застройщикам, которые допустил задержку сроков, привлечены субподрядные организации, с которыми проводилось совещание, которые подтвердили, что они готовы выйти на этот объект, достраивать его, когда будет уже проект. Сегодня основной у нас будет план до срока этого дома. Ожидаем, что в феврале у нас уже будет новый проект и, соответственно, возобновляет строительная работа. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Если хотите, звоните к нам в прямой эфир по телефону 274-11-14. Ответим на все ваши вопросы. Это программа «Через край». Сегодня говорим о решении проблем дольщиков. Хочу представить вам гостя, который присоединился к нам в этой части программы. Это Василий Яковенко, заместитель руководителя департамента по надзору строительной сели Краснодарского края. Приветствую вас. Добрый вечер. Мне подсказывают, что у нас есть звонок. С нами на связи телезрительница из Краснодара. Добрый вечер. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Виктория. Наш дом на Донбайского территории. Мы на счастье сдали. Но дело в том, что по документам у нас-то застройщик другой, не тот, который нас строил. И вот не возникнут ли проблемы при вступлении в собственность? После этого момента как-то есть регламент. Краевые власти проработали его. То есть Вас интересует, как дальше будет уже после достройки объекта осуществляться работа по передаче Вам ключей? Да, да, не ключей, а вот именно вступление в собственность. Потому что у нас никаких договоров с инвестором, который достраивал на руках у жильцов, у дольщиков нету. Сейчас попробуем ответить. Спасибо за звонок. Василия Васильевича Евгеньевна Владимировна. Знаете, там нужно посмотреть, потому что я сейчас на скидку не помню, как заходил туда инвестор. В качестве инвестора, как в качестве застройщика он или в качестве подрядчика заходил. И велась ли там процедура банкротства. Ну пусть участник древостроительства обратится, там в письменном мы ответим, либо по телефону мой контакт можете передать. Я посмотрю просто сейчас. В любом случае, хочу дополнить, люди не будут брошены. Мы как департамент, основной орган исполнительной власти, который эту работу учитывает и сопровождает. Естественно, все эти вещи мы будем сопровождать юридически, наши специалисты, юристы и совместно с муниципальным образованием. Поэтому пробела здесь никакого не будет. И я хочу заверить, что будет вопрос в любом случае. Я думаю, просто у людей уже здесь именно желание въехать в квартиру, раз дом уже сдали, поскорее. Каждый из дольщиков ждет. Поэтому в любом случае, контакты вы нам передадите. Мы с заявительницей сейчас завтра свяжемся и все это дело продолжим. Я думаю, что мы все сообщения, которые сегодня придут, мы вам в работу просто отдадим. Вы тоже посмотрите, может быть какие-то объекты еще до вас не дошли. Да, обязательно. То есть те обращения, которые не сможем, не успеем просто за счет небольшого времени ответить на эти вопросы, вы обязательно нам передадите. И мы свяжемся со всеми заявителями в рабочем порядке, разъясним им всю информацию, те вопросы, которые они нам задают сегодня. Я вот еще обращусь. Не первое уже сообщение от ЖК Анит-Сити, который в центре города, столько лет так и стоит. Что делать? Уже министр Будко обещал, что все сделают. Я отвечу на этот вопрос. Действительно, этот вопрос на контроле находится. Один из первых, когда приезжал премьер в Краснодар, его показывали объекты, было поручение персонально и фонду максимально включиться в работу по этому объекту. Мы буквально с дня на день 24 числа будут заседания в арбитражном суде, очень ждем это решение. Заявился фонд федеральный в установленном порядке. И буквально на днях мы встречались с потенциальным арбитражным управляющим, которым мы предложили, отработали уже с федеральным фондом. То есть после назначения его на введение процедуры конкурсного производства, в ближайшие, может быть, пару-два-три дня, мы согласуем с муниципалитетом встречу, пригласим всех дольщиков. И этот арбитражный управляющий по полочкам разложит те свои действия, которые он будет делать в установленном законном порядке. Порядки, порядки, прошу прощения. Наша задача максимально ускорить, конечно же, решение по этому объекту. И я уверен, с учетом того, что сейчас Андрей Анатольевич озвучил, вот эти 30 объектов, которые мы запланировали в этот год, запустить на рассмотрение и уже получить решение по этому объекту. Вот как раз-таки этот объект входит в эти 30. Один из первых. Поэтому максимально мы сейчас форсируем этот вопрос. Евгения Владимировна, еще интересуются телезрители, ну так скажем, структурной работой фонда. Спрашивают, что он выступает как генеральный подрядчик, получается? Нет, у фонда, у регионального функция заказчика-застройщика. То есть у нас подписано соглашение с федеральным фондом, как раз указано, где какие функции нам передаются по этому соглашению. И он создан с функцией застройщика. В принципе, у нас есть возможность использовать функцию генподрядчика, техзаказчика и технадзора. То есть мы как специализированный застройщик. Поэтому пока мы как используем функцию заказчика-застройщика. Я уже Андрею Анатольевичу задавала вопрос, касался он 2023 года, для того, чтобы успеть завершить все долгострои. После 2023 года уже мы так понимаем, что фонд будет еще существовать? Или его необходимость уже и отпадет, когда решатся все проблемы? Ну вообще по поручению о создании региональных фондов было рассмотрено в том числе строительство объектов по программам социального найма. То есть работа у фонда, я думаю, что еще будет. И да, есть и поручения. Ну вот я думаю, что департамент может быть без дела не ослаблено. Ну я хочу дополнить, действительно, мы буквально пару минут этот вопрос обсуждали. Есть четкое понимание, и Мутко, Италий Леонидович озвучивал, было конкретное поручение регионам рассмотреть вопрос о дальнейшей реализации программ строительства социального жилья, жилья социального найма. То есть это очень актуальная проблема на сегодняшний, по всей стране. Очень серьезная проблема для Краснодарского края. Поэтому и вот упор делать на эти региональные фонды, которые покажут сейчас уже практикой своей работы вот на этих проблемных объектах. Поэтому действительно, как сказала Евгения Владимировна, работы у фонда будет в ближайшее время достаточно. Еще один вопрос от телезрителей ЖК. Дом Романовых. Началась запись на выплату возмещения на сайте фонда. Почему не все дольщики, включенные в реестр, могут найти информацию по себе и записаться на сайте фонда? Смотрите. Дело в том, что при передаче реестров конкурсным управляющим в федеральный фонд, там было два реестра. То есть один реестр – это дольщики, которые в реестре на имущественные требования. Это те, у кого подписаны договоры долевого участия. И те, кто расторг эти договоры долевого участия. Сейчас открыта выплата компенсаций, по которым принято решение, именно по тем дольщикам, у которых еще действующие договоры долевого участия, которые не расторгли их в суде и которые выплачиваются в первую очередь. После выплаты этим дольщикам будут выплаты по реестрам, которые расторгнуты. Но это чуть-чуть во времени будет в другой. Это будет тот же самый механизм. Они также будут все выплаты всем абсолютно в том же размере, которое определено постановлением. Но чуть-чуть позже. И, скорее всего, вот этих вот людей, участников долевого строительства, которых расторгнуты договоры, их может сейчас не быть на сайте в реестре. Но все решаемо, потому как можно позвонить, опять же, по горячей линии фонда и уточнить, почему нет. Но конкурсным управляющим в отношении этого объекта все реестры переданы. Это я знаю точно. Поэтому, может быть, какая-то техническая ошибка. Еще одно сообщение. ЖК «Радуга» по адресу Жигуленко, 7. Готовы ответить, какая там ситуация? Не написано, какая проблема. Объект в работе, в том числе, он передан и входит в эти 30 объектов, по которым будет принято решение Наблюдательным советом Федерального фонда в этом году. И они в первую очередь, я так предполагаю, что они будут вынесены на Наблюдательные советы в марте-апреле, то есть в ближайшее время. Введен по объекту процедура конкурсного производства, назначен конкурсный управляющий. И уже идет процедура по закрытию реестра. То есть, чем быстрее сейчас участники долевого строительства включатся в этот реестр, тем быстрее эта информация попадет в Федеральный фонд. И этот объект будет вынесен на Наблюдательный совет. Насколько я помню, на объект также уже приезжали специалисты по обследованию. Ну, я знаю, что они брали какие-то контакты для связи с инициативной группой и доступа на объект. То есть, ну, я думаю, что в ближайшее время будет этот объект тоже так же. Дополнить хочу. Вот буквально на следующей неделе уже запланирован вылет в фонд, как раз-таки по сверке той информации, которую получил Федеральный фонд от нас, что дополнительно необходимо, какая работа представлена, выполнена арбитражными управляющими. Как раз-таки вот этот объект, в том числе и Радуга, тоже входит в перечень обсуждаемых вопросов. То есть, мы начали работу уже по подготовке к очередным Набсоветам в этом году. Повторюсь, вот буквально 25 декабря был первый Набсовет для Краснодарского края. 15 объектов было включено. Вот если говорить об объектах, которые мы сегодня обсуждали, это в основном Краснодар. Есть инвестные привлекательные объекты, которые у нас в других муниципалитетах находятся, и в какое время они будут включены тоже в список на выплаты? Хочу ответить на этот вопрос. У нас вот в этом перечне проблемных объектов, 64 объекта, о которых говорил Андрей Анатольевич, Максим Николаевич сейчас подтвердил, у нас входят не только краснодарские действительно объекты. Есть объекты Сочи, есть объекты Новороссийска, есть объекты Тихорецка даже. И на сегодняшний день какая ситуация? То есть, все объекты рассматривает фонд. То есть, все 64 запустили в работу. Есть определенные предложения по новороссийским объектам. Сейчас идет проработка, опять же, с учетом активной работы и по поручению губернаторов. Были же выделены средства на субсидии. То есть, мы какие-то объекты все-таки рассчитываем в этом году начать строительством за счет средств краевого бюджета. Появляются инвесторы. Евгений Владимирович, думаю, пару слов скажет по Новороссийскому. Интересные моменты есть. В Сочи, Сочи абсолютно конкретно, вот сейчас планируется в феврале-март месяц, по объекту, который мы сейчас форсируем. Проблема была в том, что все документы же изъяты были. И благодаря Евгению Владимировичу мы получаем сейчас из суда этот пакет документов. Начинаем отрабатывать его с арбитражным управляющим. Готовятся к нам в совету в феврале-март месяц. Поэтому не только Краснодарские действительно объекты. Мне подсказывают, что больше 80 сообщений сегодня к нам пришло в течение эфира. Вот мы тогда все передаем. Какие-то вопросы, может быть, моменты я не успела усмотреть, поскольку отвлекаться и туда не все время успеваю. Я хочу обратиться к нашему голосованию, которое мы ввели на сайте kuban24.tv. Я напомню, вопрос дня сегодня звучал. Какой способ покупки квартиры вы рассматриваете? И вот давайте посмотрим. Меня устраивает съемная, говорят, 8%. В готовом новом доме собираются покупать квартиру 13%. На вторичном рынке 17% по договору долевого участия. И уже есть жилье, одинаковое количество проголосовавших 30%. Ну вот такие результаты. Я думаю, что все-таки мы через какое-то время, как обычно, встретимся еще раз в этой студии. И расскажем уже о результатах работы, может быть, за первый квартал этого года. Для того, чтобы тоже и телезрители видели, какая работа проводится у нас в регионе по решению проблем дольщиков. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо телезрителям, что смотрели нас. До встречи в эфире. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова